МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Брянская губерния. Информационная программа событий. В студии Ольга Ловина. Начало недели стало насыщенным на события на высшем уровне для главы Брянского региона Александра Богомаза. Так, темы экологии и сельского хозяйства стали главными на встрече губернатора с вице-премьером правительства страны Викторией Абрамченко. Несмотря на плотный график десятки встреч, вице-премьер находит время для делового разговора именно с губернатором Брянской области. Как сложился такой уровень доверия и уважения? Ответ. Усиленная работа на протяжении нескольких лет. Изменился регион, появились новые предприятия, известные даже за границей. А понятие социально ответственный бизнес – термин последней пятилетки, который работает не на словах, а на деле. Забота об экологии тоже не просто слова. Вице-премьер Виктория Абрамченко отмечает, здесь Брянщина один из лидеров. В рамках национального проекта «Экология» идет расчистка главной водной артерии региона – реки Десны. В рамках второго этапа этого масштабного проекта запланировано продолжать очистку, углублять дно. Бюджет – более полумиллиарда. И к 2024 году – расчистка 20 километров реки в пределах города Брянска. Зампредседателя правительства отметила на встрече с губернатором Брянской области задача, поставленная президентом перед субъектами, до 2030 года – сортировка до 100% отходов и снижение ТКО на полигонах. В Брянской области это может произойти уже к 2025 году – на 5 лет раньше поставленных сроков. Также Виктория Абрамченко отметила, что тариф за коммунальные услуги по обращению с ТКО в Брянской области – один из самых низких ЦФО. Принципиальную позицию главы региона Александр Богомаза поняли руководители пищевых производств Брянщины, когда стало ясно – без современных очистных производства не будет. Так, после неоднократных инспекций и визитов Александра Богомаза лично на сырные предприятия региона очистные сооружения заработали на заводе «Умалат», «Консерв», «Сушпрод», «Брасовские сыры», «Сыр Стародубский». Без очистных предприятия просто закрыли бы. Как итог, люди теряют работу, а экологическая проблема никуда не уходит. Принципиальная позиция губернатора строительства современных очистных – сохранение экологии и рабочих мест. Яркий пример – «Стародубское сырное предприятие», очистные которого, наверное, не открылись бы без пристального контроля Александра Богомаза. Прошло не одно выездное совещание, чтобы дать понять. Давайте мы все наши вот эти вот игры еще отбросим в сторону, потому что уже больше играться сложно. Не смейтесь, не продайте. Очистные заработали. В ближайшие два года еще шесть предприятий запустят современные системы очистки. На встрече с губернатором вице-премьер отмечает, цитата, «Брянская область – пример для других в реализации государственных программ, а в области АПК – безусловный лидер». Общая площадь сельхозземель на Брянщине – почти 2 миллиона гектаров. Вводятся новые земли в оборот. Рекультивация заброшенных участков – задача, поставленная лично губернатором. 2020 год – рекордный по зерну. Намолочено 2 миллиона 226 тысяч тонн. Александр Богомаз подчеркнул, если сравнить за последние шесть лет, то производство зерна увеличено в три раза. А если брать лучшие годы советской власти, то сегодня регион производит зерна в два с половиной раза больше. В том числе за последние шесть лет в девять раз возросло производство кукурузы на зерно. По итогам 2020 года Брянская область по ружайности кукурузы заняла первое место в России. Более 82 центнеров с гектара. Вице-премьер похвалила регион за лидерство в производстве промышленного картофеля. Доля Брянской области в России составила 12,5%. Не первый год закупает брянский картофель Беларусь. К слову, каждая вторая пачка белорусских чипсов из брянской картошки. Производство второго хлеба в хозяйствах всех категорий – более миллиона тонн. Брянская область по ружайности картофеля в хозяйствах всех категорий в 2020 году заняла первое место в ЦФО, второе место в России. Настоящий прорыв брянского сельского хозяйства – рапс. Об урожайности этой сложной культуры докладывает губернатор Александр Богомас еще на всероссийском дне поля. Намолот азимового рапса в 2021 году составил 163 тысячи тонн. Это в 26 раз больше 2017 года и почти в два раза выше уровня 2020-го, подчеркнул на встрече с вице-премьером Александр Богомас. Средняя урожайность рапса вышла более 40 центнеров с гектара. Можно говорить не только о первом месте в России, но и в мире. В Англии, где в основном и растет азимовый рапс, урожайность – 34 центнера с гектара. В Германии и Чехии – по 33. Александр Богомас добавил, что все это, несмотря на непростые климатические условия и почвы брянщины. Репутацию передовых заработали брянские животноводы. Мы – первые в ЦФО и вторые по России, по поголовью крупного рогатого скота и производству говядины в сельхозпредприятиях. Также Виктория Абрамченко назвала брянщину лидером по доступности для жителей сезонных овощей и фруктов. Работают ярмарки выходного дня, местная продукция доступна и широко представлена на всех рынках. В этом вопросе брянщина оказалась в передовиках, на которых призвали равняться остальные регионы. Встреча на высшем уровне. Вице-премьер Марат Хуснулин и губернатор Брянской области Александр Богомас обсудили ход строительства ряда важных объектов на территории нашего региона. В один день сразу несколько встреч на уровне вице-премьеров страны. Подробно обсудив тему экологии и сельского хозяйства с заместителем председателя правительства Викторией Абрамченко, вторая встреча с вице-премьером Маратом Хуснулиным. Марат Шекерзианович не раз бывал в Брянской области на самых значимых стройках. Об их качестве докладывал на высшем уровне. Президенту страны. Уровень доверия к нашему региону и руководству области сложился из кропотливой работы, амбициозных проектов, быстрых темпов строительства, грамотного освоения федеральных средств и в целом работы, которая ежедневно находится на контроле губернатора. Один из самых масштабных и социально значимых проектов последнего времени строительство дороги Дамбы «Брянск-1, Брянск-2» и подъездных путей к ней. Работы здесь ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Приступить к этому объекту не могли целые поколения. Сегодня это не просто проект на бумаге, а новая транспортная артерия. 5,5 километров современного дорожного полотна. Уже совсем скоро по нему проедут первые автолюбители. По решению правительства, средства на строительство объекта выделены досрочно, и власти Брянской области полностью оправдали доверие. В ходе встречи вице-премьер особо отметил темпы строительства. Работы на объекте ведутся со значительным опережением графика. Во многом все это стало возможным благодаря личному контролю со стороны главы региона. Так, первый этап строительства будет завершен уже в сентябре текущего года. Нужно отметить, что встречи губернатора Брянской области Александра Богомаза с Маратом Хуснулиным проходят на регулярной основе. Заместитель председателя правительства был с рабочим визитом в Брянской области летом прошлого года. В ходе поездки Марат Хуснулин не раз отмечал грамотную и дальновидную политику областного правительства в сфере дорожного строительства, развития социальной и спортивной инфраструктуры, реализации федеральных программ и национальных проектов. По соотношению цены-качества, возводимых на территории региона объектов, Брянская область во многом является примером для всей страны. Из таких факторов складывается доверие к нашему региону со стороны федерального центра, а значит и выделение дополнительных финансовых средств. Так, в повестке встречи обсуждался также вопрос о предоставлении Брянской области инфраструктурно-бюджетных кредитов в рамках реализации программы «Комфортная городская среда». Дмитрий Кузнецов специально для программы события. В Москве состоялся второй этап предвыборного 20-го съезда партии «Единая Россия», на котором была принята предвыборная программа. В работе съезда приняла участие брянская делегация, возглавил которую член Генерального совета партии «Единая Россия», секретарь Брянского регионального отделения партии, губернатор Брянской области Александр Богомас. Последний месяц партийцы собирали инициативы в народную программу. Жители практически всех регионов страны стали настоящими партийной программой «Единой России». И в этом смысле, и поэтому саму программу, безусловно, можно назвать «народной». В Брянской области людей волнуют вопросы здравоохранения и образования, ЖКХ и благоустройства территорий культуры и спорта. Всего в народную программу «Единая Россия» поступило более 60 тысяч предложений от местных жителей, рассказал губернатор, секретарь регионального отделения партии Александр Богомас. В Брянской области наши жители включились активно в данную программу. Всего в облах поступило более 60 тысяч предложений, в том числе 20 тысяч. Это когда люди сами, в нормальных условиях, подавали свои предложения нашим волонтерам, то, что они хотят изменить и как они видят дальнейшее развитие Брянской области. И вот то, что сегодня люди активно участвуют, это говорит о том, что сегодня в области идут позитивные перемены. Если мы проанализируем, а с чем сегодня все интересует наших жителей, это здравоохранение, это образование, это культура, это спорт, это развитие инфраструктуры, ЖКХ, это развитие экономики наших предприятий, наших заводов, наших сельскохозяйственного производства. И мы вот видим, что, допустим, то, что мы делаем, ремонтируем больницы, поликлиники, покупаем новое оборудование, покупаем квартиры для врачей. Только за предыдущие два года для наших молодых специалистов, которые пришли в систему здравоохранения, мы закупили 252 квартиры. То есть мы обеспечили их жильем. Вот они должны будут отработать с теми здравоохранения Брянской области 10 лет, и жилье переходит в собственность. Строительство спортивных сооружений. Мы за прошедшие 5 лет построили всего 46 спортивных объектов. В этом году сдаем еще 26 объектов. Мы сдаем в этом году 5 ледовых дворцов, 4 бассейна, 10 футбольных полей с искусственным покрытием, дворец Единоборск, который будет один из самых больших в Центральном федеральном округе. Наказы наших жителей, видение их развития дальнейшего, как я сказал, всех сверхжизней, они сегодня будут все учтены и взяты для дальнейшей работы на территории Брянской области. Министр обороны Сергей Шойгу, который возглавляет федеральный список, в своем выступлении вспомнил, как Россия все последние 30 лет преодолевала кризисы, возрождалась не благодаря, а вопреки. А началось все с ГКЧП в 91-м. После 91-го был 93-й. После 93-го были залоговые аукционы, были программы всеобщей приватизации. После 93-го начались события на Кавказе, когда туда слетелось все, даже не знаю, как его назвать, бандитское сообщество со всего мира. После этого был 95-й, а программы все принимались, проходили съезды, конференции. Все эти программы, вплоть до, наверное, 2004-го года, в конечном итоге, выливались в антикризисные программы правительства России. Каждый раз мы выходили из кризиса, из одного, из другого, из третьего. Я не могу сказать, что после 2000-го или 2004-го года в стране не было кризисных ситуаций. Они были во всем мире. Примером тому 2008-й год. Но как в 2008-м году, когда Владимир Владимирович Путин был председателем правительства, мы выходили из этой ситуации. Тогда штаб работал круглосуточно. Мы проводили заседания правительства в час и в два ночи. И это была, пожалуй, первая программа, из которой мы вышли с честью, победителями, не хуже, чем многие-многие другие. Именно тогда мы начали покупать собственные автомобили, то, что закрыли ввоз автомобилей из-за рубежа. Именно тогда мы начали делать собственную инженерную и дорожную технику. Именно тогда началось возрождение и возродилось производство общественного транспорта, потому что мы начали производить и давать заказы своим автопредприятиям. И так было дальше. И так было дальше. И сегодня мы обсуждаем программу, в которой действительно вложено много трудов, талантов. Но несмотря на то, что она действительно является всеобъемлющей, действительно делалась многими-многими людьми, это лишь маленькая часть того, что предстоит сделать по реализации этой программы. Собранные в народную программу «Единой России» наказы от жителей регионов должны стать посылом к действию, если партию поддержат граждане России на предстоящих выборах. В Брянске открылся новый центр реабилитации детей с особенностями здоровья и взрослых после различных травм и инсультов. На открытие центра его основатели пригласили заместителя председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николая Валуева. Владислав Андреев, руководитель центра, дипломированный специалист по адаптивной физической реабилитации. Его профиль – двигательная коррекция, особые занятия при нарушениях осанки, при ДЦП и параличах. Владислав собрал узких специалистов, чтобы брянцы смогли получить профессиональную помощь. Помогать людям для него, пожалуй, главное в жизни. Во время первой волны пандемии Владислав пошел волонтером-санитаром в красную зону коронавирусного госпиталя и на передовой работал 4 месяца. Работает у нас психолог, логопед, дефектолог, специалист по адаптивной физической культуре. Все люди с высшим образованием. Психолог у нас один из лучших не только в городе, но и в области. Она заняла первое место на конкурсе по психологии. Дарья Усова – сооснователь центра, также с профильным высшим образованием. Работает с детьми и подростками с самыми разными особенностями здоровья. Здесь с маленькими детьми педагоги занимаются в ненавязчивой игровой форме. Особые снаряды и тренажеры помогают развить многие важные навыки. Я подстраиваю среду, и ребенок сам выбирает, что ему нужно. И посредством таких занятий он стимулирует свою вестибулярную систему. И, соответственно, у него улучшается качество жизни, улучшается понимание, он начинает концентрироваться лучше и развивается речь. Здесь же у спортсменов есть возможность восстановиться после травм. Николай Валуев заметил, что подобные реабилитационные центры очень востребованы. Многие желают попасть к специалистам, однако чаще всего они находятся в крупных городах-миллионниках. Несомненно, что этот опыт будет весьма востребован в Брянске. Метод подобной подготовки, восстановления и реабилитации при всех сборных уже есть. То есть это то, что помогает спорту в высших достижениях. Но вообще начинать работать с таким методом нужно с самого маленького возраста. Николай Валуев обсудил с руководителями центра возможность проводить занятия по реабилитации во Дворце единоборств. Он совсем скоро начнет свою работу и на базе одного из бассейнов. Вполне возможно заниматься плаванием для людей с особенностями здоровья. Артемий Маркелов, Александр Власов. События. Брянск. В Брянске на дороге Дамби, Брянск-1, Брянск-2 завершают асфальтирование трех полос из шести. Строительство автомагистрали, которое свяжет Володарский и Фокинский районы, близится к финалу. Началась укладка верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона. Это последний из трех укладываемых слоев асфальта. Их толщина составит 18 сантиметров. Для поддержания высокого темпа стройки работы ведут круглосуточно. Напомним, протяженность магистрали составит 5,4 километра. Финансирование осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Также работы ведутся по устройству тротуаров, по завершению освещения на данном объекте. Также, вот вы видите, формируются конуса берегукрепительные подрядными организациями. Подрядчики идут с большим опережением. Задача поставлена до 10 числа обеспечить проезд на данной дороге. Я думаю, что подрядчик справится. Сейчас предлагаются все максимальные усилия. По возможности еще подтягиваем сюда субподрядные предприятия в помощь, для того, чтобы не сорвать. Вообще, идут подрядчики с большим опережением. Урожай 2021 вышел на финишную прямую. В хозяйствах Брянской области завершается уборка зерновых культур. Среди лидеров – Погарский и Трубчевский районы. В первом зерновые и зернобобовые культуры, за исключением кукурузы, на зерно собраны на 81% площадей от плана. Намолочено свыше 64 тысяч тонн зерна. Из них более 72% – пшеница. Средняя урожайность по району составляет 45 сантиметров с гектара. Картофель убран на 16% площадей. Собрано больше 12 тысяч тонн. Рапс обмолочено территорией в 3,5 тысячи гектаров. Это 99% от общей площади. Намолочено 12,5 тысяч тонн. В Трубчевском районе обработано 80% засеянных площадей. Намолочено почти 24 тысячи тонн зерна. Из них пшеницы – больше 21 тысячи тонн. Средняя урожайность по району составляет 42 сантиметра с гектара. Картофель убран на 12% площадей. При средней урожайности в 305 сантиметра с гектара собрано больше 3 тысяч тонн. Рапс обмолочен на всей площади. Намолочено 7 тысяч тонн. При средней урожайности – 39 сантиметра с гектара. Светлана Дробкова, Кирилл Пухляков. События. Погарский и Трубчевский районы. Продолжается творческий конкурс фотографий. Репортажи «Доброты». Принять участие может абсолютно каждый. А достойные призы – это отличная мотивация для участия в проекте. Репортаж Валентины Матвеевской. Фотографические процессы и технологии – коллекция фототехники 19-го и 20-го веков. Чтобы призвать людей к созданию прекрасного, Музей истории и фотографии открывает мир творчества для всех желающих. К тому же и призовой фонд достойный – три камеры известного бренда. Главная задача конкурсантов – суметь впечатлить жюри своими уникальными добрыми снимками. Умение видеть прекрасное и есть самое важное качество будущих победителей. Это никакая не предметная съемка. Это не какой-то там стиль, заданный четко в каких-то границах. Это абсолютно такой свободный полет. Поэтому любители, у которых, может быть, нет наработанных рамок, у которых нет какой-то вышкаленной традиции, а еще совершенно свободный взгляд, мне кажется, даже имеют приоритет. Хотя у профессионала понятно, что они могут на опыте что-то сделать. На секундочку, верните с детства. Посмотрите на мир глазами ребенка, и я думаю, у вас огромные шансы будут. У профессионалов есть наоборот такой момент, что они давно в профессии, есть какие-то наработанные схемы, штампы. Это может сыграть злую шутку. Прием работ идет с 22 июля по 17 сентября включительно. В состав жюри входят профессиональные фотографы, специалисты в сфере визуальных искусств и представители организаций, выступающих спонсорами. Работы, которые выйдут в финал, будут напечатаны и выставлены на одной из площадок города. Для финалистов будет возможность пообщаться с членами жюри, показать свое портфолио, получить полезные консультации. Положение об условиях конкурса можно прочитать на сайте фотоконкурс32.ру. Валентина Матвеевская, Виктор Левченко, События Брянск. Это была последняя информация выпуска. Далее прогноз погоды. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok